Врать теперь нельзя даже в интернете. Германия вводит штрафы за клевету. Приготовьтесь к очередям. Евросоюз меняет правила пересечения внешних границ. ФРГ выделит на беженцев еще миллиард евро. Узнайте, на что пойдут эти деньги. Погони, стрельба и роковые красотки. В Берлине представили восьмой фильм «Форсаж». Их ждут огромные штрафы. Главу немецкого представительства соцсети оштрафуют на сумму до 5 миллионов евро, а саму соцсеть на сумму до 50 миллионов евро. Согласно новой норме, соцсети должны создать механизм, через который пользователи смогут подавать жалобы на клевету или фейковую информацию. Получив жалобу, соцсети должны будут не просто удалить сообщение, но и дать его автору знать, что просьба была удовлетворена. Администраторы соцсетей должны нести ответственность, если их площадку используют для разжигания ненависти или распространения лживых новостей. В интернете лжи и ненависти не должно быть места, точно так же, каким нет места и в реальной жизни. В Министерстве юстиции подчеркивают, этот документ не вводит в Германии цензуру. Его действие распространяется только на информацию, подпадающую под законодательные запреты, говорит Хайка Маас. Для того, чтобы закон вступил в силу, его должен одобрить немецкий парламент. Браков между несовершеннолетними в Германии не будет. Соответствующий законопроект одобрил сегодня кабинет министров ФРГ. Этот вопрос стал актуальным в последние два года после массового притока мигрантов. Среди приезжих много несовершеннолетних, которые уже состоят в браке. Согласно новому закону, браки, при заключении которых одному из партнеров не исполнилось 16 лет, в Германии признавать не будут. Такие союзы будут аннулировать семейные суды. Исключение могут сделать лишь в случае, когда пару поженили еще детьми, но сейчас оба партнера уже достигли совершеннолетия и по-прежнему хотят остаться вместе. Новый закон призван прежде всего защитить девочек. Чаще всего в брак до наступления совершеннолетия попадают именно они. Закон позволит сотрудникам социальных служб брать таких девочек под опеку, а при необходимости защищать их и отделять от мужей. По словам министра юстиции Хайка Мааса, аннулирование ранних браков не скажется на предоставлении детям убежища и вида на жительство. Согласно новому закону, тех, кто попытается поженить несовершеннолетних, будут штрафовать. По данным, на июль прошлого года в Германии было почти полторы тысячи замужних и женатых детей. 361 из них младше 14 лет, большинство замужней девочки. Почти 700 детей выходцы из Сирии, полторы сотни из Афганистана, 100 из Ирака и 65 из Болгарии. Продолжение следует... Новообведения касаются всех внешних границ – морских, воздушных и сухопутных. Усиление проверок может увеличить продолжительность пересечения границы. Пограничники обещают сделать все, чтобы уменьшить дискомфорт для путешественников. В случае очередей на дежурство выведут дополнительных сотрудников. Причина изменений – поправки в Шенгенский кодекс о границах. Пересмотреть его предложили министры внутренних дел Германии и Франции. С ними согласились Европейский парламент и Еврокомиссия. Новые поправки – это реакция ЕС на рост террористической угрозы. После терактов в Париже в ноябре 2015 года выяснилось, что среди организаторов нападения были в том числе граждане Евросоюза. Это заставило силовиков уравнять правила пересечения границы для европейцев и для иностранцев. Дополнительный миллиард евро выделит Германия на сирийских беженцев. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в кулуарах конференции ЕС Сирия. В прошлом году на нужды сирийских мигрантов, вынужденных покинуть свою страну из-за гражданской войны, Германия потратила 1,3 миллиарда евро. Мы готовы предоставить на этот и следующие годы приблизительно такую же сумму, поскольку ситуация в регионе значительно ухудшилась. И все, что мы можем сделать, это помочь людям выжить, призывая международное сообщество, помочь с питанием, обеспечением больниц и школ. Зигмар Габриэль также прокомментировал химическую атаку, которой накануне подвергся город Ханшейхун в сирийской провинции Идлиб. В результате авианалета, ответственность за которую США возложили на Россию, погибли 72 человека, среди них 20 детей. Помощь, которую мы выделяем, нужна жертвам, детям, семьям, самым обычным людям. И, конечно же, мы верим, что военные преступления будут расследованы, а военные преступники наказаны. Это правильно, что сейчас расследованием этой газовой атаки занимается Совбез ООН. Сегодня США, Британия и Франция внесли в Совет безопасности ООН проект резолюции с осуждением применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Эти страны возлагают на режим Башара Асада ответственность за газовую атаку. Ранее Россия, выступающая на стороне Башара Асада, и Китай неоднократно накладывали вето на резолюции Совбез ООН, осуждающие действия сирийского режима. Сирийское правительство традиционно отвергает обвинения в применении химического оружия. В Днунхене продолжаются слушания по делу Биаты Чепи. Ее обвиняют в терроризме. Еще четырех человек подозревают в пособничестве. По данным следствия, подсудимая входила в неонацистскую организацию «Национал-социалистическое подполье». Эта группировка с 2000 по 2011 год устраивала в Германии теракты, убийства мигрантов и полицейских и ограбления банков. На счету группы десятки убийств, в том числе убийства мигрантов из Турции и Греции, а также сотрудницы полиции. Биату Чепи задержали в 2011. Суд над ней идет с 2013 года. Ожидали, что процесс позволит выявить мотивы террористов и прояснит роль спецслужб. Но слушания затянулись. Вначале Чепи отказывалась говорить, после заявила, что утратила доверие к адвокатам и отказалась от их услуг. На то, чтобы подыскать новых защитников, ушли месяцы. В декабре 2015 обвиняемая заговорила. Чепа утверждала, что не причастна к убийствам, мол, их совершали ее подельники, ныне уже покойные. А сама она о преступлениях узнала постфактум. Но вскоре женщина сменила стратегию. Теперь ее адвокаты утверждают, что обвиняемая страдает тяжелым личностным расстройством и не может нести ответственность за свои действия. На сегодняшнем заседании суд постановил привлечь к делу психиатра. Он должен определить, является ли Чепи вменяемой и понимала ли она, что делает. Недовольство Дональдом Трампом в США растет. А протест против политики Белого дома принимает все новые формы, порой крайне утонченные. Более 200 независимых кинотеатров по всей территории Соединенных Штатов вновь, спустя десятилетия, показали фильм Майкла Редфорда «1984-й», снятый по легендарной антиутопии Джорджа Оруэлла. Авторы проекта опасаются, что мир, описанный на страницах книги, может воплотиться в реальность. И говорят, что первые симптомы превращения США в Оруэлловскую океанию уже очевидны. Параллели между авторитарными тенденциями действующей администрации и тем, что было описано в 1984-м, напрашиваются сами. Но я не думаю, что кто-либо станет утверждать, будто мы живем в 1984-м году. Но в концепции романа вы можете увидеть те тенденции, что проявляются сейчас, особенно в том, что касается правды и лжи, и в том, как легко они смешиваются. Зрители разделяют опасения организаторов художественной акции. Нелегитимный президент, который за 75 дней у власти успел доказать, что он даже опаснее, чем кто-либо мог подумать. Я не успела перечитать 1984, но как раз приступаю. Все это может произойти прямо здесь. Фашизм может воспрять. И Дональд Трамп его воплощение. Опасный человек с опасными сторонниками. К акции присоединились также несколько кинотеатров Канады, Британии, Швеции и Хорватии. Роман Оруэлла был переиздан в США в январе после инаугурации Трампа и сразу же попал в список бестселлеров. Вин Дизель устала жарко в Берлине. В немецкую столицу голливудский актер приехал на европейскую премьеру восьмого фильма «Fast and Furious». Поклонники были в восторге. В свое время я уходил из франшизы из-за не очень хорошего сценария, но затем я осознал, что людям наплевать на сценарий. Они просто хотят, чтобы мой персонаж дрался каждый день, чтобы сделать этот сценарий и сам фильм лучше. Быстрые машины, невероятные погони и взрывы – все, за что поклонники любят «Форсаж» в восьмом фильме «На месте». И даже немного больше в этом фильме есть бульдозер, танк и подводная лодка. Ну и, конечно же, красивая и опасная женщина. Куда же без нее? О да, это было весело и сложно одновременно. Этой франшизе уже 16 лет. Сыграть в ней персонажа, который пытается все сломать, не так уже просто, я вам скажу. Для европейской премьеры не случайно выбрали именно Берлин. Это один из городов, в котором разворачивается очередная сумасшедшая погоня. Так что пристегните ремни «Fast and Furious» стартует в кинотеатрах Германии 12 апреля. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте «Нового времени» m-z.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова